Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствуем всех на нашем вебинаре, посвященном библиографическим гостам. И сегодня мы с вами продолжаем начатое на прошлой встрече знакомство с библиографическими гостами. В прошлый раз мы с вами рассмотрели систему СИБИТ и какие госты в нее входят. А сегодня пройдемся, остановимся на тех стандартах, с которыми нам приходится непосредственно иметь дело, когда мы оформляем свои публикации и или студенческие работы, магистрские ВКР, диссертационные исследования. То, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, что должно быть у нас всегда под рукой. Совсем под рукой или под рукой, но чуть подальше. Вот про эти госты мы сегодня с вами на них чуть поподробнее остановимся. Начался учебный год, поэтому пришла пора вспомнить, а такие же стандарты нам здесь пригодятся в течение всего года. Ну, понятно, что любая письменная работа, будь то ВКР, магистрские студенческие, диссертационные исследования, статьи в научных изданиях, учебниках, монографиях нашей главы, все это обязательно сопровождается неким справочным библиографическим аппаратом. Список литературы является составной частью такого библиографического справочного аппарата. Ну и ссылки на заимствование цитаты нам оформлять тоже приходится. Соответственно, для этого разрабатываются различные методические рекомендации, но не всегда бывает так, к сожалению. Иногда авторам просто рекомендуется оформить свои работы в соответствии с ГОСТом или ГОСТами. Хорошо еще, если указывают обозначение ГОСТ, вот это ГОСТ R7 0 и название, а иногда просто говоря в соответствии с ГОСТом. С каким? С библиографическим. Какие это стандарты, в каких случаях, каким мы пользуемся и что в них есть полезного, вот об этом мы сегодня с вами и посмотрим. Итак, наш ГОСТ набор, который у нас присутствует, когда мы оформляем разные виды наших письменных работ. И на этих ГОСТах строятся как раз методические рекомендации, которые можно условно разделить на две составные части. Это то, что касается библиографии, оформления списка источников и ссылок и оформительский, чисто оформительский текст, какая разметка, какой шрифт, какой кегль, отступы, рефераты аннотации, как они пишутся, как оформляются приложения, ну и дополнительные иллюстрации, формулы таблиц, чертежи. Вот эту часть мы сегодня трогать не будем. Вот то, что касается оформления, мы говорим сегодня только о библиографической составляющей, что нужно для оформления списков источников и оформления ссылок. Ну, то, что значительную часть нашего времени, силы и нервов отнимает на самом деле и какие ГОСТы здесь нам могут помочь. Ну, вот, если так представить в виде такого набора ГОСТ меню, то вот это меню будет состоять из нескольких ингредиентов. То, что выделено красненьким шрифтом, это то, что у нас уже не действуют эти ГОСТы. Зелененькие – это те, которые пришли на смену или вместо них, или вообще в виде. Какие изменения у нас, ну, вот для списка источников, что нам понадобится? Сокращенно здесь пишу название ГОСТов, не полностью. Библиографическая запись, библиографическое описание, общие правила, требования оформления. Вот это мы немножко опускаем, просто оставляем, чтобы было понятно для нас начальные фразы. Вместо ГОСТа 7.1 у нас уже давно, уже четыре года как точно, действует ГОСТ 2018 года, библиографическая запись, библиографическое описание. Это вот наша основа основ, то, на чем строится весь список источников. И это ГОСТ, ну, прям такая библия, можно сказать, для оформления списка источников. По заголовкам произошли изменения. Старый ГОСТ, библиографическая запись заголовок ушел в небытие, как видите, он красненьким виден, и в 23-м году у нас появился новый ГОСТ. В прошлом году мы как раз по всем этим ГОСТам вебинары у нас проходили в сезоне 23-24 года, начиная с сентября. В плейлист они не попали, потому что по прошлому году мы еще плейлисты не делали, но записи на нашем канале есть, в группе можно найти, но у кого откроются, они пока еще на Ютьюбе, мы их пока еще не перенесли на ВКонтакт, но они будут переноситься. Ну, вот, вот, появился новый совершенно ГОСТ. По библиографические ссылки на электронные документы тоже произошли изменения. Если у нас раньше по электронным ресурсам был вот этот ГОСТ 2001 года, он катастрофически устарел, поэтому был принят ГОСТ R70108 2022 года, библиографические ссылки на электронные документы, размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях. Вот такое серьезное название. И им тоже можно пользоваться. Там содержатся очень местами очень правильные, очень хорошие вещи, которые могут нам помочь не только для оформления ссылок, он про ссылки, сразу скажем. Он не про библиографические описания, он про ссылки. Но какие-то моменты оттуда мы можем заимствовать для того, чтобы сделать наше библиографическое описание электронных ресурсов более конкретным, более полным и более понятным. Поэтому здесь для электронных ресурсов используются два ГОСТа. Видите, они через знак «плюс» мы написали. Во-первых, часть информации есть в ГОСТе новом по библиографической записи и описаниям. Вот это наш самый основной. Там есть про электронные документы. Расширена эта часть была по сравнению с предыдущим ГОСТом. И добавилась. И вот отсюда мы еще тоже можем брать дополнение. Соответственно, для ссылок он тоже подходит, когда мы говорим об электронных ресурсах. Сюда же по заголовкам ГОСТ новый, да, и библиографическая ссылка пока остался старым, 2008 года. Вот основной набор. Библиографическая запись и описание 2018. Заголовок 2023, ссылка 2008 и ГОСТ, ссылки на электронные документы 2022 года. Всего четыре штуки. Вот это то, что у нас должно быть под рукой. В первую очередь, конечно, вот эти два. Библиографические записи и описание для списка источников. Вот они у нас первыми здесь и идут. И для оформления ссылок библиографическая ссылка. Вот на них мы в основном и опираемся. И вспоминаем, что ГОСТы у нас могут быть межгосударственные и национальные. Здесь пока мы говорили о национальных ГОСТах. Везде есть буковка R. Но в качестве дополнительных ГОСТов вам могут понадобиться еще и межгосударственные ГОСТы, которые действуют и имеющие статус действующего на территории России. Тогда мы ими пользуемся. Вот вспоминаем краткое обозначение, как понять национальный или межгосударственный ГОСТ. У нас для чего это нужно? Когда мы ищем и нам нужно проверить статус ГОСТа. А это лучше делать периодически. Особенно если вы разрабатываете какие-то методические рекомендации. Я смотрю, у нас есть и преподаватели, и библиотекари, и методисты. Так вот, если вы не для себя, но и для себя тоже можно заглянуть. Особенно если вы разрабатываете какие-то методички, нужно проверить. Два ресурса, в которых можно найти эти ГОСТы. Это Российский институт стандартизации. Просто находим ГОСТ и вся информация о нем, если он перестал действовать, то там пишется, что пришло ему на смену. И статус еще можно проверить на сайте Росстандарта. И вот здесь нам, вот то, что мы сейчас с вами вспоминали, что есть межгосударственные и национальные ГОСТы, нам как раз пригодится. Потому что здесь просто по названию и аббревиатуре можно найти обозначение вот этого ГОСТа. А здесь они разделены на два каталога. Каталог межгосударственных стандартов и национальных. И соответственно, если мы будем национальных искать межгосударственные, мы его не найдем. И наоборот. Вот для этого важно обращать внимание на вот эту букву Р. Есть она или нет для того, чтобы воспользоваться нужным разделом этого сайта. На этих двух сайтах задержится информация о статусе ГОСТа действующий, заменен, отменен и что вместо него теперь применяется, если он перестал действовать. Это важно, если мы говорим об отсылках. Мы делаем отсылки в каком стандарте, что нужно смотреть. Вот здесь нам как раз это и пригодится. Но полных текстов, доступа к полным текстам на этих сайтах нет. Полные тексты нужно смотреть. Уже по другим ресурсам искать. И что важно еще знать для работы с ГОСТами. Вот четыре важных момента. Ну и пятое напоминание про методичку. Для того, чтобы нам не запутаться в самом ГОСТе и правильно этот стандарт применить, нам нужно знание основных терминов, основных понятий, которые применяются, и на которых строится весь текст ГОСТа. Для нас это не было китайской грантой. Что такое одночасный ресурс, что такое многочастный ресурс. Это очень просто запоминается. Одночасный – это просто книжка вышла. А многочастный – это выпуски, тома, номера из множества частей. Простое, казалось бы, понятие, но если мы его не разобрали с самого начала и не поняли, то текст ГОСТа для нас становится непонятным. И даже сама структура ГОСТа, особенно ГОСТ по библиографическим записям и описаниям, то, что нам и необходимо для составления списка, он на этих терминах как раз построен. Одночасные ресурсы, многочастные. Господи, что там смотреть? Еще составная часть ресурса, а это просто статья или отдельная глава из сборника, или какой-нибудь хрестоматия, например, нас интересует, только произведение конкретного автора. И мы нашли книгу, где собраны статьи, например, разных авторов. Идет она как хрестоматия или как пособие, или как, может быть, сборник статей, по-разному называются, может, просто книга. И там человек написал отдельную главу. Именно эта глава нам нужна. Нам нужна не вся книга, нам нужна только эта глава. И в списке мы хотим показать, что мы использовали эту работу в своей работе, но именно вот этот кусочек, именно эту главу, именно этого автора, потому что о нем мы и ведем речь. Тем более, что название всего, всего не произведения, а вот этого сборника, в который входит интересующее нас произведение, он может отличаться от темы нашей работы. Например, книга о социальной ответственности бизнеса, а у нас про коммуникации. И если мы просто сделаем ссылку на нужную страницу в этой книге про социальную ответственность бизнеса, нам могут задать вопрос члены аттестационной комиссии. И, в общем-то, они будут права. Какое отношение нет? Этот источник, вот вы его указали, а почему вы его указали? Он совсем не по теме вашей работы. Вы должны будете объяснить. А вот если вы написали в описании название этой главы, указали автора, который является авторитетом в области коммуникаций, и вот тогда уже понятно. И, конечно, с двумя косыми чертами мы указали, из какой книги мы это взяли. То есть мы на первое место поставили именно этого автора, и именно его работу, его главу, которая полностью соответствует нашей тематике работы. Тогда уже вы избежите дополнительного вопроса. В условиях стресса меньше переживаний будет. Вот такие истории. Вот это составная часть. Мы взяли кусочек, а не всю книгу. И вот это тоже важно понимать, как она называется. Что это составная часть ресурса. И вот тогда мы в гости быстро найдем нужный нам раздел, посмотрим, как оформляется, если у нас возникают какие-то вопросы. И в методичке, которая у нас под рукой, мы ответа на этот вопрос не нашли. Мы можем это найти в гости. Структура ГОСТов. Да, как он построен, на что обращать внимание. И это мы сегодня тоже с вами по структуре посмотрим, познакомимся. Или вспомним, для тех, кто знает. Структура библиографического описания. Обязательная вещь, потому что весь ГОСТ 2018 года по библиографическим описаниям, он строится ровно по этой структуре. Идет. Если мы ее знаем, или у нас шпаргалка перед глазами, перед рукой, нам меньше листать придется ГОСТ. Мы очень быстро откроем нужный нам раздел и его посмотрим. И, конечно же, источник, с которым мы работаем. Титульный лист, оборот, содержание и текст. Составной части ресурса. Хотя бы первая и последняя страница статьи, которая расположена, например, в сборнике или в журнале. Вот это то, что у нас тоже должно быть под рукой. Лучше их делать ксерок, скан или фотографию. Надо так, чтобы они были у вас под рукой, потому что, если вы обращаетесь с вопросом, а как здесь правильно сделать, первое, что у вас попросят, покажем мне титульный лист, покажем мне сам источник, оборот титульного листа, и мы перевернем с тобой землю. Составив библиографическое описание. То есть это те вещи, которые тоже должны быть. Либо ссылкой мы можем открыть и быстро посмотреть, либо фотографию делаем, если это печатный источник, и не было возможности его отсканировать. Вот это четыре таких кита, четыре столпа и пятый хвостик, на котором и строится вся работа с ГОСТами. Где взять структуру библиографического описания? А она уже сама приведена в ГОСТе. И находится она вот здесь. Посигнальте мне, пожалуйста, видно ли экран. Видно ли? Просто огонечком нажмите хотя бы. Ага, спасибо. Вот пункт 4.3 ГОСТ 2018. Вот у нас идет раздел «Общие положения». Общие положения – это раздел, который есть в любом ГОСТе. И там собираются все правила, которые действуют независимо от того, какие у нас практически на все описания, на все ссылки, независимо от того, какой у нас специфический вариант. Вот в четвертом разделе, пункт 4.3, состав библиографического описания. Вот он у нас здесь с вами и представлен. Область, заглавие области, издание, специфический область, публикация производства, физическая характеристика. Вот они все области у нас перечислены. Если трудно ориентироваться в этих названиях, вы можете просто себе шпаргалку из этого сделать в виде таблички, а во вторую колоночку просто подписать своими словами, что сюда входит. Сюда входит название произведения, сюда входит сведения об ответственности, заказу. Иногда пишут так. Все, что заказует чертой. Сюда входит сведения, относящиеся к заглавию. После названия – все, что через двоеточие. Своими словами можно записать. Это ваш рабочий инструмент, как вам понятнее. И вот по этой структуре как раз и строится пятый раздел, в котором все эти основные правила, касающиеся разных областей, прямо по областям они и излагаются. Поэтому, если нас интересует вопрос про место издания или про год издания, ой, а у меня два места издания, а как их правильно записать? Оп, открываю, смотрю по своей подсказке. У меня вот здесь написано «место издания». Ага, называется это вот так. Вот оно название. Я его нахожу в ГОСТе. И все, я нахожу ответ на свой вопрос. То есть это вот такая легкая совершенно шпаргалка, которая помогает быстро ориентироваться. Особенно, когда мы только начинаем знакомиться с ГОСТом. Не знаем еще структуру. И в голове это сложно удержать. Хотя, может быть, и не всем и нужно студенту, защищающему дипломную работу. Ну, может быть, наизусть это, конечно, учить не на шпаргалку под рукой. Посмотрели, открыли, нашли. Вот это такая подсказка маленькая, как это можно сделать. Вот это третье правило – реализовать структуру библиографического описания для работы с ГОСТом. Вот мы его через… сам же ГОСТ нам подсказку и дает. Ну и вспоминаем, что все у нас должно ориентироваться на ГОСТ 2018, а не 2003 года. На территории Российской Федерации он уже не действует. Соответственно, только все правила, которые относятся к этому ГОСТу. Ну и вспоминаем, что все-таки с 1 июля 2019 года он действует. Старый ГОСТ до 1 июня 2020 года у нас, и еще параллельно как бы функционированный такой переходный период был, он уже завершился. Поэтому в методичках у вас ссылок на старый ГОСТ 2003 года его быть не должно. И вот тут возникает казус. А если беру ГОСТ по ссылкам, и там внутри идет отсылка. Более подробно или там вот эта часть оформляется, там правила оформления, СМЭ, ГОСТ, и дается отсылка на старый ГОСТ библиографического описания. Да, 7.1. По ГОСТу 7.1. Это 2003 год. Значит, вместо него мы должны взять вот этот ГОСТ. Этот уже не действует. Да, в ГОСТе по ссылкам... Ну, в ГОСТе же написано, да, но ГОСТ 2008 года, и вот этого еще даже в проекте не было. Поэтому отсылка стоит, конечно, старая. Поэтому имейте в виду, что такие казусы у нас могут быть. И работая с ГОСТами, почему мы начали с вами с проверки статуса ГОСТа, на какой нам все-таки смотреть, старый или новый. Правила могут отличаться, и отличаться значительно. Поэтому, чтобы уж все по-новому, давайте все по-новому. И если это не написано в методичке, тогда нам это нужно держать самим в голове. А вообще в методических рекомендациях хорошо бы включить вот этот пункт, что делать, если... Или ГОСТ по оформлению авторефератов 2011 года. Конечно, у него все отсылки будут идти вот сюда. Ну, оформление-то мы уже по-новому, правильно. Значит, где-то в методических рекомендациях мы должны сказать, что если вы встречаете отсылку на ГОСТ в статусе отмененного, замененного, недействующего, то СМЭ вместо вот этого СМЭ вот этот. И тогда все встанет на свои места. Потому что в новом ГОСТе принято, например, у нас очень много было изменений, которые в старом ГОСТе отсутствуют. Ну, вот основные моменты, которые мы с вами выделяли и неоднократно уже рассматривали. Просто еще раз вспоминаем. Вот куда и что у нас поменялось. Структура ГОСТа по библиографическим описаниям и записям. Вот смотрите, общее положение. Здесь собираются все правила, которые касаются оформления библиографического описания. И дальше пошло. Одноуровневое, многоуровневое библиографическое описание составной части ресурса. Да, вот то, что нам в первую очередь необходимо. Вот они, термины и определения. Одноуровневое описание. Вот эта схема, структура библиографического описания, о которой мы с вами говорили, и о которой мы посмотрели, где она прячется в ГОСТе. Вот она как раз в пятом разделе и прошита. Вот как раз в пятом разделе мы и смотрим. Многоуровневое библиографическое описание. Шестой раздел касается многотомников, сериальных изданий, журналы, сборники продолжающиеся. И в основном касается описание всего многотомника. Когда много номеров одного журнала, то есть вот такими большими кусочками. Но там могут скрываться нюансы, и они скрываются нюансы. Куда писать том один или выпуск один? То ли сюда, то ли туда. Почему то ставится до года издания, то ставится в начале. Куда этот том писать? Вот это мы смотрим эти нюансы как раз в шестом разделе. И там даются отсылки. Если у нас один том из многотомника или один номер из журнала, один выпуск сборника, мы делаем описание на одну единицу. И в самом шестом разделе делаются отсылочки к правилам одноуровневого описания. То есть если мы делаем на весь многотомник, это шестой раздел. Если мы делаем на один том из многотомника, там будет стоять отсылочка. Мы идем в пятый, смотрим там, и уже из шестого берем нюансы. Они тоже будут указаны в пунктах ГОСТа, если это необходимо. И описание составной части ресурса. Это вот та самая глава определенного автора, который нас интересует из книги или монографии. Статья из сборника, статья из журнала. Вот это все. Сначала мы смотрим сюда, в седьмой раздел. А потом уже, если необходимо, там будут стоять отсылки. Вот тогда мы идем и смотрим. Чаще всего к шестому разделу даются отсылки. Как это оформлено. Вот примерно такой алгоритм работы, исходя из структуры самого ГОСТа пиблиографического описания. Но, как правило, по жизни мы начинаем совершенно с другого. Мы начинаем вот с того, что находится в конце самого ГОСТа. Открываем образцы, примеры. И по образу и подобию делаем свое описание. Особо не задумываясь, что к чему относится, и почему именно так или не так. Вот здесь очень осторожно. Если вы хорошо знаете структуру библиографического описания, немножко в этой теме, хотя бы немножко в этой теме разбираетесь, то да, вы понимаете, почему здесь такие знаки стоят, что от чего отделяется. И вы можете этим воспользоваться. Это да, это так подсмотреть, вспомнить. Такой опорный конспект. Но если я в этом ничего не понимаю, то можно попасть в не очень приятные ситуации. Например, в самом ГОСТе. Вот недавно мы столкнулись буквально на днях. С библиографом смотрели примеры библиографических описаний. Как раз был сборник, статья из сборника. И вот в одном месте в примере идет материалы Всероссийской конференции с маленькой буквы, а в другом месте идет с большой. Так как правильно описать? С маленькой или с большой? Раздобыли сам титульный лист, оборот титульного листа, этого сборника. Залезли, посмотрели. Там везде идет с маленькой. Ну, раз делаем так, как написано в источнике, значит, с маленькой буквы. Вот такие вот нюансы могут попадаться. Отчипятки, отпечатки. Есть поправки к ГОСТу. И в них тоже выделены вот такие моменты. Вместо этого читать вот так-то. Их там немного, их там всего на три странички. Но они есть. Поэтому вот очень опасно сразу бросаться к образцам. Тем более, что образцы не в каждом ГОСТе есть. ГОСТ по ссылкам на электронные документы, у него вообще, как класс, отсутствует этот раздел. Вот это несчастье. Все примеры, они включены уже в сам текст ГОСТа. Пункт примеры, пункт примеры. А вот так, чтобы отдельным приложением, там этого нет. Вот, чтобы не попасть в просаг, нужно иметь ответ, два ответа на два простых вопроса. Во-первых, что мы делаем? Я делаю ссылку или список литературы. Для чего я сейчас вот это все оформляю? Мне нужно сделать ссылку, оформить, или это пункт в список литературы. В зависимости от этого я беру либо этот ГОСТ, либо ГОСТ по ссылкам. Ну и, соответственно, два дополнительных. Если у меня электронный ресурс, я его сюда дополняю. И если у меня возникает вопрос, как оформить заголовок, я его тоже беру. Вот ГОСТ по заголовкам, он не только для авторских заголовков, там, где у нас есть автор. Вот здесь про заголовки ничего не сказано. Отсылка идет пока еще к старому ГОСТу 2000 года, но мы уже знаем, что он на основе, поэтому берем 2023 года. ГОСТ, библиографическая запись, заголовок. Вот он нам помогает. И особенно он пригождается, и сегодня мы его чуть поподробнее посмотрим, когда мы под заголовком делаем описание законодательных документов. Законодательных документов, какие-то постановления правительства и так далее. Вот они тоже очень часто идут в списке под заголовком. Это удобная структура, нам удобно сразу видеть, сколько у нас законов, сколько у нас там регламентов, сколько у нас постановлений, распоряжений и прочее. Но его главное правильно оформить. И вот в этом случае нам вот этот ГОСТ очень сильно помогает. И второй ответ на вопрос, что у нас за источник в руках. Это ресурс целиком или у меня кусочек ресурса? Ресурс целиком какой? Это книга, это сборник, это журнал, это электронный ресурс. Или часть ресурса откуда? Из книги, из сборника, из журнала, из электронного ресурса. И, соответственно, мы можем выбрать уже нужный ГОСТ, смотрим нужные разделы, исходя из того, что у нас в руках. Вот на прошлом вебинаре был такой вопрос. А есть ли это материалы суда? А можно ли на них давать ссылку? Можно ли их оформлять, включать в список источников? Вот здесь мы еще должны добавить еще один ответ на вопрос. Это опубликованный ресурс или не опубликованный? Понятно, что это не опубликованный ресурс. Тогда еще конкретизируем. Он сдан в архив или не сдан в архив? Если он сдан в архив, то мы можем сделать на него описание, как на архивный документ. И вот здесь, внимание, в ГОСТе по библиографическим описаниям про архивные документы нет вообще ничего. Но в ГОСТе по ссылкам 2008 года там есть немножечко, но есть про архивные документы, как на них делать ссылку. А мы помним, что ссылка – это чуть меньше, чем само описание. И точка тире из описания в ссылке изменяется на точку. Соответственно, если мы из описания можем сделать ссылку, то и ссылки по логике можем сделать библиографическое описание. Нам нужны только элементы, недостающие, которые в ссылку не вошли. Она чуть меньше. Особенно если повторные, сокращенные ссылки. А вот полная первичная ссылка, она нам может в этом помочь. И мы из ссылки на архивный документ можем сделать библиографическое описание этого архивного документа и вставить ее уже в список источников. Но, а если это документ не в архиве, а вот здесь, внимание, у нас есть помимо опубликованных, неопубликованных документов, и, кстати, в самом ГОСТе тоже есть пункты, касающиеся неопубликованных документов. Но из примеров там приведена только диссертация, автор реферат диссертации. А у нас совсем другая вещь. Так вот, есть неопубликованные документы, а есть неопубликуемые документы. Они тоже, в принципе, к неопубликованным относятся. Такой подраздел, можно сказать. Но это то, что публиковаться не будет никогда. На них тоже можно делать и описание, и ссылки. Но есть один важный момент. Вы должны обязательно это согласовать с владельцем этого документа, неопубликуемого. Компания «Ромашка» издала регламент о дресс-коде, касающийся дресс-кода сотрудников компании. Этот регламент разослали всем сотрудникам, они с ним ознакомились, они ему следуют. Вы пришли на практику в эту компанию, увидели этот документ, вы с ним тоже ознакомились, и говорите, о, класс, а я как раз пишу. А эволюции дресс-кода в компаниях, начиная с 20-х годов прошлого века. Вот то, что мне как раз и надо. Или пишу на тему дресс-код как элемент корпоративной культуры компании. Вот, вот, прямо материал у вас. Вы не можете его просто так взять и свою работу включить. Цитаты из него, картиночки, схемы, диаграммы и прочее. Вам нужно обязательно это согласовать. Это документ непубликуемый. Приказы, распоряжения компании, это все относится к непубликуемому. Но согласие организации, если бы мы им сказали, а вот можно я вот это вот процитирую и вот эту вот схему вставлю. Они ему скажут, можно. Или скажут, нет, вот схему нельзя, а вот это процитируют. Написали кусочек, обязательно согласуйте, что вот в таком виде, вот ссылкой, вот такой и вот так будет оформлено в списке литературы, это пойдет, особенно если это статья. Особенно если это не просто курсовая работа, которая, она тоже будет публиковаться, она будет выкладываться на сайте или там ВКР. А если это статья, так тем более. Просто получите письменное согласие, что да, вам разрешено это сделать. Потому что, ну, это вопрос очень такой, не просто этический, это вопрос серьезный. Мало ли там может быть какая-нибудь коммерческая тайна зашита, которую мы не догадываемся, а вы так раз и... И если, вот в этом случае можно, но тогда в условиях, либо в примечаниях, вспоминаем структуру библиографического описания, примечания, да, есть раздел, область, и либо в доступности, вы, условия доступа, вы должны написать, что там требует согласование с юридическим отделом такой-то компании. То есть как я могу посмотреть этот документ? Вы на него сослались, его никто не видел. Могу я как-то к нему получить доступ? Вы показываете, как. Нужно запросить вот там-то. Согласие отдела кадров по согласованию с пиар-службой такой-то компании. Доступ к документу по согласованию с пиар-службой такой-то компании. Вам дадут этот доступ. Или не дадут этот доступ. Но официальности бы официоз был соблюден. Мы все правильно оформили. И в принципе показали, что третий лиц могут получить доступ к этим материалам. И вот в этом случае, если мы говорим о материалах какого-то судебного дела, то тогда в название у нас уйдет, что это там? Протокол осмотра места происшествия и так далее. За двумя косыми чертами, откуда мы это взяли? Судебное дело, номер такой-то, если там название, я не знаю, как они правильно оформляются, честно говоря. Никогда просто на материалы судебных дел не доводилось пока еще делать описание. Ну так по логике, откуда взят этот документ? Он взят из судебного дела. За двумя косыми чертами мы указываем. А за косой чертой уже какой-то суд. Мозгур суд или суд такого-то района, номер такой-то и так далее. Ни место издания, ни издателя, ни года издания, конечно же, у нас здесь не будет. Место года издания оставится год создания этого документа. Вот это все, можно вот эти нюансы найти в самом госте. Вводите в поиск открыть PDF-файл, открыть лучше всего в браузере Edge. И там открывается такая строка поисковая, когда слово вводим, не опубликованное, и он нам сразу показывает все места в госте, где есть пункт, касающийся этой темы. И мы смотрим, что там место не указывается, издатель, конечно, не указывается, а что там указывается, вот мы оттуда как раз можем взять. Но вот здесь с не публикуемыми документами очень осторожно. Одно дело, если этот регламент выложили на сайте, и любой человек может зайти и посмотреть этот регламент, он опубликован. Но если он находится в интернете, в закрытой системе, только для сотрудников, и надо быть сотрудником этой компании, чтобы его увидеть, вот здесь очень осторожно, чтобы не было потом претензий со стороны организации к вам, и очень серьезных претензий. Юрий Прохоренко спрашивает, если какой-то издатель сделал ошибку в библиографическом описании, она уже шла в сеть, мы при использовании этого источника должны ее транслировать дальше, должны привести к нормам ГОСТа или русского языка. Значит, смотрите, если мы обнаруживаем ошибку в библиографическом описании в самом источнике, мы можем привести правильно, а вот в области примечания указать, что вот там было написано с ошибкой. В источнике, а в области примечания мы пишем в источнике и как это было приведено. Либо наоборот, мы приводим, так как было приведено в источнике, но в примечаниях, в области примечаний мы можем описать, как правильно должно быть. Вот это вот лучше, используя область примечания, такие вещи отмечать, чтобы нам ее не транслировать дальше. Если, Юлия Гусева спрашивает, если описание на статью из сборника, нужно ли включать в описание из БН сборника. А вот посмотрите, в седьмом разделе мы включаем из БН сборника. У нас такого требования нет. Если мы делаем описание на составную часть ресурса, тогда мы его не включаем. Но если вы делаете описание на весь сборник, тогда включайте из БН. И еще смотрите, из БН или СССР, датированные ежегодники ставятся из БН, а на самом деле это периодическое издание. Так, сейчас, ой, у меня середина открылась. Ага, Ирина Рычкова спрашивает, какие варианты предпочтительнее библиография, список литературы, список использованных источников и другое. Трудно сказать, кто во что гораст здесь пишет, но вообще, вы знаете, мне попалась одна интересная история. про защищавшегося кандидата, кандидат в кандидаты наук, когда его чуть не завалили на вопросе, а почему у вас список, называется список использованной литературы. А вы что, источниками не пользовались? Литература, это... Дмитрий Сергеевич Лихачев написал статью о слове о полку Игореве. И в своей работе я использовала его работу, вот эту статью. Вот это литература. Он написал о... статью о слове о полку Игореве. Я пишу на тему слово о полку Игореве и использую чужую работу, основываясь на его там положениях, предположениях, гипотезах. Вот это литература. Это список использованной литературы. Но если я беру сам текст, слово о полку Игореве, не что сказал Дмитрий Сергеевич или другие авторы, а вот я работаю с текстом. Я работаю уже с источником, с самой летописью, с самим словом. Или я беру летописи, и моя работа посвящена... Как в летописях отразилось слово о полку Игореве. Я работаю с летописями. Они для меня источник. Вот в этом случае лучше писать. Либо вот есть литература о, и есть самый источник, с которым я работаю. Откуда я беру информацию. Тогда лучше, если вот так, и того, и другого у меня много, тогда лучше писать список использованной литературы и источников. Тогда так. А вообще, ну, какого-то вот жесткого регламентирующего правила нет. Но это уж совсем если придираться. Видимо, надо было как-то придраться к этому кандидату, ну, вот его на этом подлавливали. Что же вы с источником-то вы хоть не работали? Ничего себе кандидатское. Поэтому, смотря для чего, для курсовой работы, чем пользуемся? Ну, в основном, литературой. Поэтому список использованной литературы. Не просто. Если просто список литературы, какой? Любой. Если просто библиография. Это вообще все, что по этой теме. Я сюда могу вставить тогда те источники, с которыми я вообще не работаю. Библиография же. Библиография, библиографический указатель, список, литература по теме, все правильно. Если же, ну, есть правило для курсовых, там, для дипломных работ, что все, что указано в списке, оно должно быть хотя бы один раз процитировано в работе. Даже если, а я читал, и по мотивам вот оно меня вдохновило. Ну, так и напишите в своей работе, основываясь на концепциях, изложенных таким-то автором в такой-то работе, и вот тогда ее в список можете вставить, потому что вы на нее ссылаетесь. Я пришел вот к таким выводам. Пожалуйста. Но она процитирована. Поэтому лучше, наверное, список использования литературы. Но вот какого-то строгого правила, к сожалению, на этот счет нет. Поэтому здесь нужно смотреть, для какой специальности с чем работал автор, с чем ему придется работать в большей степени, исходя уже вот из этого. Так. Ага. У вас на слайде с ИСБН. Где у нас на слайде и что у нас с ИСБН? Вот. Вот. А, вот про это вы спрашиваете. Да? Не обязательно. Вот для статьи... Вот все, Юля, я поняла ваш вопрос. Не обязательно ставить ИСБН. если поставить это ничего плохого не будет. Ну, в курсовых работах, там, в дипломах к источникам мы ставим. А здесь... Так, подождите. А давайте-ка мы посмотрим на составную часть, на статью. Нет! Все, все правильно. Все правильно. Смотрите. Из сериального издания не надо. А вот если из книги, тогда надо. Тогда надо. Смотрите, составная часть. Если у нас идет из... Вот материалы, конференции, т-т-т-т-т-т, они вышли отдельным как бы сборником, да, отдельной книгой. Здесь ИСБН не ставится. Но если у нас книга, вот учебное пособие, видите, смотрите, от источника, или монография, вот тогда ИСБН ставится, да, для того, чтобы найти эту книгу. Раздел первый, страницы такие-то, и дальше пошло. Да, для сериальных изданий не надо. Да, для сборников материалов, конференции, ну, если поставите, тогда уж ставьте везде, но большой этажикой не будет. А вот для книг это обязательный номер. Это книжный номер, который обязательно указыван для одночасных ресурсов, для учебников, учебных пособий и прочего. Вот такая история. И краткий, так, надеюсь, надеюсь, все так, из вопросов мы разобрали. Ага. Ну, и краткий алгоритм, с чего начинается работа с ГОСТом. Определяем, вот он здесь у нас есть, определяем вид ресурса, целиком или составной. Одночасный, многочасный, монографический или сериальный. сериальный – это периодические журналы, продолжающиеся сборники или же это монографические. К какому разделу ГОСТа в первую очередь обратиться? Находим нужный раздел, ищем ответы на вопросы и при необходимости смотрим другие разделы. Ну, и, соответственно, обращаемся к другим ГОСТам, на которые даются отсылки, если это нам нужно. И на практике это вот примерно может выглядеть вот так. У нас есть несколько сборников, и они все разные. Вот, смотрите, сборник статей. Это монографический ресурс. Значит, мы будем… И он вышел одной книжкой, значит, мы будем смотреть пятый раздел ГОСТа – одночасные ресурсы. У нас есть сборник статей, материалы международной конференции. Но он тоже вышел одной книжкой, одночасный ресурс. Значит, мы делаем описание на статью, как на составную часть из этого сборника, и тоже смотрим сначала седьмой раздел, а потом пятый раздел. И есть у нас два вот таких сборника. Выпуск 20-й, выпуск 4-й. Вот они уже относятся к сериальному. Как только видите слова том, выпуск, часть и прочее, обращайте внимание. Это многочастный ресурс. Значит, нам понадобится, если мы делаем на статью из этих сборников на какую-то. Сначала седьмой раздел, а потом мы смотрим шестой и, соответственно, пятый. Потому что мы делаем описание на одну часть. Но нужно смотреть, если у нас, например, прошла конференция, и по каждой секции этой конференции издавался свой сборник. И там было 25 выпусков. Вот он прошел, издался как многотомник. Значит, мы на него будем делать описание, как на один том из многотомника. Это одна структура. А может быть у нас продолжающееся издание, когда с какой-то периодичностью, по мере накопления, даже не с периодичностью, а по мере накопления материала издается вот такой сборник научных трудов. Если периодичность есть, это уже периодическое издание. А если по мере накопления материала, то это чаще всего они называют сборник научных трудов, выпуск такой-то. И вот тут надо уточнять, вот этот выпуск и вот этот выпуск, это оба продолжающиеся издания или нет? Или это просто многотомник? Или это многотомник? Кто из них продолжающийся? Вот здесь нам может помочь, во-первых, Е-лайбрери. Мы можем по названию посмотреть, как правило, они все индексируются в рейнсе. Мы можем посмотреть. Во-вторых, мы можем найти ответ на вопрос на сайте самого сборника или конференции. Издание, издательство, как они сами определяют этот сборник. И есть еще ГОСТ по видам издания. Термины, определения. Вот там можно посмотреть, что относится к продолжающимся, что относится к многотомным изданиям. Хотя бы понять эти определения понятий. И вот пользуясь Е-лайбрери и сайтом самого издательства, где этот сборник издавался, мы можем увидеть по описаниям, является ли он продолжающимся или это просто многотомник. Исходя из этого, мы уже делаем правильно описание. Вот, например, мы взяли просто сборник научных статей и сборник научных трудов. Посмотрели. Ага, это книга. Он один раз выходил под конференцию. Или просто собрали статьи и издали сборник. А этот выходит, посмотрели. Оказывается, он продолжающийся. Следующий вопрос, на который мы отвечаем. Целый это ресурс или составная часть? На что мы делаем описание? Нам на всю книгу надо? Или на отдельную статью? Если на отдельную статью, то сначала седьмой раздел смотрим, потом пятый. При необходимости каких-то дополнений. А вот если у нас продолжающийся сборник, тогда нам надо посмотреть седьмую часть, если мы делаем описание на статью. И дальше смотрим раздел шестой. Многоуровневое описание. Библиографическое описание сериального ресурса. Вот отсюда будут эти отсылки к пятому разделу. И на основании этого мы тоже можем дополнить наше описание, уже добавив и сделав его правильно, как на продолжающийся ресурс. Чтобы было понятно, что это не отдельная книга, а это ресурс, который продолжающийся. Обращайте внимание на отсылки в ГОСТах. Идет описание пункта. И если составная часть помещена в выпуске номера сериального ресурса. Сериальный ресурс – это как раз наш красный сборник с предыдущего слайда. То области и элементы, относящиеся к идентифицирующему ресурсу. Страшные слова. По-русски говоря, то, что за двумя косыми черточками. Описание самого сборника. Откуда мы это взяли? Вот это есть идентифицирующий ресурс. В переводе на русский язык. Приводит по пункту 6.3. Значит, вот если мы с таким столкнулись, мы открываем пункт 6.3. Вот он наш шестой раздел. И смотрим, что там. Там изложен порядок. Как правильно приводить области и описание для такого издания. Исключения составляют следующие элементы описания, которые приводят в указанной последовательности. Внимательно читаем. И правильно, как пазл, собираем из этого пункта и из того, что здесь перечислено дальше. Смотрим примеры и ориентируемся. Вот так составляется библиографическое описание. И вот тогда мы уже сталкиваясь с подобными случаями в дальнейшем, уже понимаем, откуда, почему здесь так, почему здесь не так, что откуда берется и как оно взаимосвязано. Оказывается, оно все взаимосвязано между собой. Поэтому очень внимательно смотрите на пункты. Поэтому оформление списка – это работа, которая требует времени. И в последние два часа мы можем просто не успеть ее сделать. Поэтому запасайтесь временем побольше, откладывайте на составление списков и обращайте внимание на эти отсылочки. Это подсказки, которые вам помогут. По оформлению ссылок. Здесь ничего не поменялось у нас, как было, так и осталось. Это ГОСТ именно для ссылок. 2008 года. Самая главная особенность этого ГОСТа, чтобы с ним работать эффективно. Здесь, если в предыдущем все расположено по самой схеме библиографического описания, одночасный ресурс, потом у нас идут многочастные ресурсы, потом седьмой раздел, составная часть ресурса, но внутри они также повторяют разные области библиографического описания, только со своими нюансами. А вот здесь немножко другая структура. Нам важно знать, какую ссылку мы делаем – внутритекстовую, подстрочную или затекстовую. В зависимости от того, чаще всего подстрочную или еще чаще затекстовую. В зависимости от этого мы выбираем нужный раздел и смотрим. Вот здесь даны общие правила. Общее положение, четвертый раздел – это про все ссылки, правила, которые касаются всех. А вот здесь уже изложенные правила, которые касаются определенного вида. И обращаю ваше внимание на два раздела, которые иногда выпускают из виду. Повторная ссылка и комплексная ссылка. Вот, одиннадцатый раздел, мы говорили с вами про архивные документы. Вот он нам как раз здесь и может пригодиться, если вопрос касается даже библиографических описаний. Но на архивные документы можно здесь подсмотреть структуру, как она должна быть дополнить и будет список. Элемент для списка. Повторная библиографическая ссылка. Комплексная библиографическая ссылка. Вот когда пишете, оформляете введение, обзор литературы или научная разработанность тематики и приводите. Этот вопрос рассматривался в работах таких авторов. Их перечисляете. Хорошо, если у вас за текстовая ссылка в квадратных скобочках просто делаете отсылки к этим работам, а их вставляете в список литературы. Или в выноску, если вы два списка делаете. А если у вас подстрочная ссылка, чтобы каждый раз не писать вот эту там, на одну страницу у вас может быть там 144 ссылки. Ну, как-то не совсем правильно. Тогда делается комплексная библиографическая ссылка. Вы пишете, этот вопрос рассматривался в работах таких-то авторов. Перечислили авторов, поставили одну сноску ее вниз, а вот внизу же ссылки даете под одной цифрой на вот этих перечисленных вами авторов. Как это правильно оформить, вот как раз в девятом разделе этого ГОСТа и рассказывается. Если несколько работ одного автора, как это тоже можно сделать через комплексную ссылку. Для затекстовых тоже она может применяться. Поэтому вот обращаю ваше внимание. Внутри они тоже идут вот по этой схеме. Внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. Повторные библиографические ссылки. Открыли общие правила про нее. И дальше пошло внутритекстовое, подстрочное, затекстовое. И примеры образца они тоже идут вот в этом порядке. Вот особенность структуры этого ГОСТа. Вот они, внутритекстовое, подстрочное, затекстовое. Соответственно, все время надо держать в голове, какую я делаю ссылку. Подстрочную. Ага, значит, я вот эти не смотрю, я смотрю только вот эти примеры, как они оформляются из восьмого раздела, повторные ссылки. Все остальное мне уже не нужно. Если я делаю затекстовые, я смотрю, как они делаются. В образцах то же самое по виду ссылок. Вот они все примеры. Там первичная, полная, повторные библиографические. Вот они здесь как раз в этом же порядке тоже и представлены. По ссылкам на электронные ресурсы. Смотрим вот эти два ГОСТа. Вот они в сочетании нам могут дать хороший результат. Вот этот уже не работает по библиографическим описаниям электронных ресурсов 2001 года. Его вообще даже в руки не берем. Смотрим только эти два ГОСТа. Основное для списка литературы вот отсюда. Для ссылок вот смотрим отсюда. Но и элементы ГОСТа, ссылкам на электронные документы, вот этого нового, можно добавлять в библиографические описания. Так, ну это вот, да, немножко про ГОСТ. С 22 года, с 1 июня он уже введен в действие. У нас уже два года как работает. Нельзя сказать, что он совсем новый. Для важный момент, который в этом ГОСТе был отмечен, что в отдельных случаях некоторые положения стандарта могут быть скорректированы по требованиям издающей организации согласно ее внутренним правилам оформления публикации. Ну вот такая небольшая фраза, которая нам тоже может помочь. Ну, хоть и не издательство, но у нас могут быть внутренние требования, методички. Немножко перефразирую. В принципе, мы можем кое-что и поменять, упростить. Но это уже задача, скорее, разработчиков методических рекомендаций. Структура этого ГОСТа. Вот здесь как раз тот самый случай, где нет отдельного приложения с образцами и примерами. И значит, нам придется листать весь ГОСТ. Структура та же самая, что и в обычных ГОСТах. Начало у них у всех одинаковое. Область применения нормативы, термины определения, общие положения, а потом пошли нюансики. Пятый раздел – ссылки на электронные документы. И шестой раздел – на отдельные виды электронных документов. Малоинформативная вещь. Про статьи из электронных ресурсов смотрите пятый раздел. Отдельные виды электронных документов, реплика в социальных сетях, комментарии, видео с YouTube и так далее. Вот это вот сюда. В пятом разделе еще обратите внимание, что есть хорошего в этом ГОСТе, как делать описание на патентные документы, на СПС гаранты, на документы из справочных поисковых систем, информационных систем, законодательные ресурсы. Вот это можно здесь тоже подсмотреть. Были размещенных, конечно же, в сети интернет. На что распространяется этот ГОСТ? На все виды электронных ресурсов. Обратите внимание, как не имеющих печатных аналогов, так и на републикации. Републикация, есть печатная статья, ее отсканировали и выложили в интернет. Вроде бы она стала электронным документом, но это аналог печатного. То есть это, вот это называется републикация, не опубликованная заново, а цифровая версия электронного аналога. То есть фактически у нее будет номер ИСБН или там ИССН, как у печатного издания. Она не регистрируется как электронный документ, но она уже теперь живет в сети интернет. И вот нам надо как-то показать, что вот эта статья, которую мы взяли и читали с монитора, но на самом-то деле она не родилась электронным документом. Она была отсканирована и выложена в сеть. Ну и вот тоже опубликованные и не опубликованные документы. Не для общественного пользования, они тоже могут для электронных. Ну и вот еще что может быть в электронных документах. Сведения, относящиеся к заглавию, они тоже перечислены в ГОСТе. Единственное, что к видеозаписи хорошо бы добавлять. Видеозапись чего? Не просто, а там семинары, вебинары, симпозиумы, круглого стола, лекции и так далее, чтобы было более понятно. Это то, что после названия документа пишется за двоеточие. Очень полезная вещь, которая есть в этом ГОСТе. Единицы объема. А есть ли у нас не страница? А есть ли у нас слайды? А есть ли у нас файлы? А есть ли у нас там время воспроизведения? То как его указывать? Вот, кстати, время воспроизведения аудио-видео форматов в этом ГОСТе гораздо более понятно и, на мой взгляд, более точнее указывается, чем в ГОСТе 2018 года. Поэтому мы можем, например, в библиографическом описании видео лекции или там запись вебинара указывать время воспроизведения, как указано вот здесь. Более понятна и для нас вот эта формула, да, часы, минуты, секунды. Особенно если идет речь о фрагменте, а не так, как говорит нам ГОСТ 2018. 6 часов, там, 18 минут. Я их, что, высчитывать еще должна? Ну, как-то вот в другом формате. А вот в ссылке надо вот так указывать. Нам же потом из списка литературы ссылки делать. Ну, сделайте один формат, чтобы он был един и там, и там, и вам легче будет. И тем более он ГОСТом-то вот как раз указан. ГОСТе указан. В области примечания, когда мы делаем на статьи, взятые из сети интернет, вот указание на републикацию лучше указывать. И вот тоже на прошлом вебинаре у нас был вопрос от слушательницы. Ой, забыла про примеры электронных публикаций, как они делаются, размещенные статьи, размещенные в онлайн. Отвечаю на вопрос. Вот так. Вспоминаем. Три варианта у нас может быть. Статья размещена чисто электронным журналом. Это одна история. Это вот эта третья история. Мы пишем пояснение, пояснялку после названия журнала, что это электронный научный журнал. Все. Если у нас может быть электронная версия журнала. То есть журнал выходит и в печатном виде, и в электронном. И мы читали в электронном виде, в электронной версии журнала. Вот тогда вот сюда мы дописываем, что это электронная версия. Все остальное, в принципе, то же самое. Особенно вот эта первая часть. Вот она, до страниц. Вернее, за страницами. Что здесь, что здесь, что здесь. Вот здесь только мы вот дописали, что это электронный научный журнал. А может быть у нас републикация. Вот то, о чем мы с вами говорили. Печатная версия. В электронном виде этот журнал не выходил. Мы просто отсканировали и выложили. Но она все равно осталась печатной. И здесь мы тоже будем писать. И там, и там, и там текст электронный. Только вот здесь мы перед URL допишем, что это электронная копия печатного издания. Вот эти три вещи очень рекомендую, когда делаете список литературы. Когда оформляете библиографическую, пристатейную библиографию, ссылками оформляете или списком по ГОСТу 2008 или по ГОСТу 2018. В любом случае, когда у нас статьи такого рода идут, дописывайте вот эти вот слова. Попросит вас издательство убрать. Вычеркнуть всегда можно. Для чего они нужны? Когда вы сдаёте статью, например, в какой-то журнал, они могут вам сказать. Видят вот эти URL и говорят вам, у вас очень много электронных ресурсов. Уберите. Как убрать, если у меня на половине из них, половина из них републикации. Я их читал там в НЭБе, например. Вот в НЭБе литература отсканирована, выложена. Это все републикации. И на них построена вся моя работа. Как я могу убрать? Нет, упирается издательство. Убирайте, у вас очень много электронных ресурсов. Вы можете, конечно, с ними поспорить и доказать, что это, в общем-то, републикации, что это печатные ресурсы. Просто вы читали их с монитора, потому что нет возможности приехать в РГБ с далёкого посёлка. Но не всегда это доказуемо. Окей, говорите вы. И за три минуты вы исправляетесь весь список. Просто отсекая вот эту часть после страниц. Там, где это возможно. Вот здесь это возможно сделать. Это электронная копия печатного издания. Ну, как будто бы вы читали её в печатном виде. В печатном она существует. Вот здесь это, в принципе, можно сделать. Потому что журнал выходит и в печатной, и в электронной версии. А вот здесь этого сделать уже нельзя. А представляете, и вот если у вас эти слова волшебные есть, вы это буквально за три минуты весь списочек поправите. Сдаёте издательство. Он говорит, класс, вот теперь всё хорошо. Вот теперь у вас все печатные издания. Ну, окей, пусть будет так. Ну, что делать, раз такие требования. А если бы этого не было, вам пришлось бы всё заново, все источники пересматривать и перепроверять, а есть ли у них не републикация ли это, а не электронный ли это ресурс. Вот для этих случаев как раз вот эти слова – это очень хорошая подсказочка. В примерах автор сведения об ответственности, Елена, на ваш вопрос, если автор один, и мы делаем описание на статью, его можно не повторять на составную часть ресурса. Если у нас автор один, то в сведениях и данные в источнике, и как мы их приводим в заголовок, они не отличаются, то мы их можем не приводить. А вот если бы у нас в источнике было бы написано Тамара Майстрович, простите, для примера, то тогда мы должны были бы привести за косой чертой написать Тамара Майстрович. То есть вот так, как приведено у нас в самом источнике, а в заголовок написать правильно. Если же не различаются и автор один, то можем не приводить. Но если авторов два, то, конечно же, мы их приводим. Или они отличаются от того, что приведено в источнике. И вот структура самого ГОСТа 22 года не очень удачно там была сделана. Может быть, сейчас уже переиздано, и там эта вещь поправлена, или найдете какой-то ресурс. Просто у них видите примеры документов, идёт пункт, а потом к нему пример. Но подзаголовок выделяет слово «примеры». А мы-то привыкли, что это уже другая часть, другой пункт, другой. И воспринимаем его как подзаголовок. И начинаем читать, что вот это вот, это вот один текст, а вот нет. Это примеры, которые относятся к этому пункту. А вот этот пункт – это уже совсем другая история. И вот здесь иногда можно сбиться. Поэтому выбирайте, смотрите, очень осторожно, чтобы не промахнуться. По заголовку библиографической записи 23 года. Новый стандарт, который вот только-только у нас введён в действие 1 августа 23 года. Ну, почти год мы с ним живём, но пока ещё только привыкаем. Структура у него та же самая, по видам заголовков. Похоже на ГОСТ по ссылкам. Там по видам ссылок, а здесь по видам заголовков. Для нас важен вот этот раздел, ну, конечно, общее положение. Раздел пятый – авторский заголовок, содержащий имя лица. А есть ли один автор, а есть ли несколько авторов. Содержащий наименование организации и унифицированное заглавие. И обозначение документа. Вот эти вот три вещи, особенно шестой, седьмой, восьмой. Вот это три важных раздела, которые нам важны. Потому что чаще всего, когда нам нужно делать описание законодательных актов по заголовкам или каких-то договоров, приказов, указов, вот здесь мы запинаемся, как правильно сделать заголовок. В ГОСТе 2018 года речь идет о библиографическом описании, а все правила, касающиеся, как указывать автора, как указывать название для заголовок, для законодательного документа, например, это нас все отсылают, там еще ГОСТу 2000 года, 7.80, но теперь 7.089.023. Это все касается темы заголовков. Это отдельный ГОСТ. Особенности использования заголовка библиографической записи в ссылках изложены ГОСТи по ссылкам. Вот этот важный момент, вот этот важный пункт в новом ГОСТе он прописан. И если мы оформляем ссылку, и у нас вопрос, как указывать и сколько там указывать авторов, мы идем в ГОСТ 2008 года по ссылкам. Вот эта особенность, она там как раз и отражена. Что является объектом и откуда берутся сведения для заголовков, там тоже написано. Вот я вам кратко сюда номера пунктов выписала, где это звучит. Виды заголовков, вот они и есть. Самое главное для нас вот эти вот особенно обозначения документа и наименование организации. С ними имя лица, вот то, что чаще всего мы в списках с этим и сталкиваемся. Тоже был вопрос у нас на вебинаре, как-то спрашивали, а полностью писать имя, отчество или инициалы? А вот в новом ГОСТе написано, что полностью. Да, вот это пример из нового ГОСТа, но вот этот формат записи, это для каталога, хотел сказать, для каталога карточки. Ну, где ведутся карточки, да, для каталога карточки. В описании, которое делаем мы к своим статьям, к курсовым и прочим работам, указываем инициалы. Почему? Даже если вы откроете сам ГОСТ, четвертый раздел, вы увидите, что да, вот для библиотек рекомендуется вот так полностью. Но для... приведены еще варианты, как это может быть. И вариант с инициалами там тоже присутствует. Он нам наиболее привычен. Он такой по умолчанию, он всегда использовался. И, в общем-то, в новом ГОСТе ничего супернового на эту тему не сказано. То есть для списков мы спокойно можем и так, как указывали, так и указывали. И вот, коллеги, за косой чертой, видите, у нас тут два автора, поэтому мы их указали так, как они указаны на обложке. Да, или на титульном листе. Вот мы информацию с титульного листа взяли, а в заголовок у нас идет только один автор с инициалами. Вот пункт 4.8.4.11 и в третьем разделе, и в четвертом разделе. Вот те нюансы, которые как раз на эту тему в ГОСТе и представлены. Допускается сокращать до инициалов. Допускается сокращаем. И полужирный шрифт, и отдельная строка только для каталожных записей. То есть мы пишем вот так, как обычно мы писали. Вот так выделять уже не надо. Что еще полезного есть в этом ГОСТе? Про идентифицирующие признаки, расширен раздел. Можно посмотреть, как правильно указывать. Например, у нас два автора. Один кандидат в филологических наук, другой кандидат в химических наук. Инициалы совпадают, фамилии совпадают. Вот тогда мы можем использовать в круглых скобочках после автора. Пишем, кто это, чтобы не перепутать. Или два автора. Там отец, дюма, сын. Глазунов старший, Глазунов младший. Чтобы не перепутать, кого где мы цитировали. Вот, пожалуйста, это называется идентифицирующие признаки. Пояснялки. Может быть и вот такая большая пояснялка. Вот все эти способы, все эти приемы. Почему здесь четыре пробела ставятся? Что знак, разные сведения в пояснениях, в идентифицирующих признаках. Они отделяются знаком точкой запятой, отделяемым пробелами с двух сторон. Что пишутся они со строчной буквы, кроме исключения, если это личные имена или фамилии автора. Вот это все в пятом разделе, оно приведено в ГОСТе 2023 года. По сравнению с предыдущим ГОСТом, здесь это все прям очень подробно рассмотрено. Прям огромное количество этих примеров приведено. Поэтому обратите на это внимание. Схемы заголовков у нас могут быть. Может быть простой заголовок, а может быть с такими идентифицирующими признаками. Либо без них. Тогда это будет совсем простой заголовок, без всяких идентифицирующих признаков. Название, например, организации. Не только фамилия автора может быть основным заголовком, но и название организации. Например, вот так. А может быть заголовок сложный. Вот тот случай, когда мы делаем описание законодательных актов. Например, Российская Федерация, закон. Или Университет дружбы всех, кафедра взаимоподдержки. Особенно если у нас несколько документов одной и той же организации, то удобно делать под заголовком. Или разных организаций. Тогда удобно делать под заголовком. Сразу видно. Что такое наименование организации? Вот этот вид заголовка. В ГОСТе приведено очень хорошее пояснение. В старом ГОСТе этого не было. А вот в новом как раз все эти термины, они раскрываются. Поэтому в третьем разделе посмотрите их описание. И они тоже могут идти с такими пояснениями. Например, если мы делаем описание на документы различных конгрессов, мы можем сделать под заголовком. Международный библиографический конгресс, там 23-й год, Москва. Международный библиографический конгресс, там 2017 год, там Рио-де-Жанейро. И если вы рассматриваете несколько документов таких конгрессов, их можно сделать под заголовками. И тогда будет легче их в самом списке отсмотреть, увидеть и находить. Как они делаются? Вот это в ГОСТе тоже очень хорошо на примерах рассмотрено. Исключение из этого правила, если речь идет об органах государственной власти. Вот тогда мы делаем не правительство Российской Федерации, не вот как вот здесь мы делаем. Международный библиографический конгресс. А мы пишем Российская Федерация, точка правительства. То же самое, если речь идет о первых лицах государства. Российская Федерация, точка президент, точка указа. Вот это все будет сложный заголовок. И он у нас будет состоять из трех частей. Вы можете с этим сталкиваться, когда сами ищите литературу, там каталогом и там идет описание под заголовком. Что это не название, это заголовок. Вот как только он заканчивается, Российская Федерация, точка президент, точка указ, точка. А дальше идет о создании экономического кластера. Вот это о создании, это уже название, это уже основное заглавие. Все, что до него, это заголовок сложный. Может из двух частей состоять, может из трех. Вот чтобы уметь увидеть, что это заголовок, а не название. Вот описание закона под заглавием об общих принципах организации. А вот это под заголовком. В списке удобнее делать под заголовком. Потому что у вас будет идти в алфавите, да, и вот все законы, они у вас соберутся как бы в кучку. И дальше уже в алфавите название. Но первая часть, заголовок это то, что помогает все законы собрать в одну кучку. Мы уже сразу видим. Вот они законы, вот сколько студент этих законов изучил. Вот регламенты, вот указы президента, вот еще что-то. У нас не размывается это вот по части списка, касающегося законодательных актов. А все очень компактненько собирается. И самим ориентироваться легче. И членам комиссии на них можно произвести впечатление. Видите, сколько мы законодательных актов отработали. И вот я вам подсказку еще одну показываю. Для работы с ГОСТами. По заголовкам, не по заголовкам. Как можно сделать? Мы делаем вот такие вот ГОСТ-навигатор. Краткое содержание, например, по пунктам. В каком пункте, что рассматривается. Вот по шестому разделу. Выписываю кратко, как там в ГОСТе. Приближены к названиям ГОСТа. Но вы можете еще добавить, например, своими словами это написать. Как форма приведения наименования организации. Как ее правильно назвать в заголовке. Лицей или московский лицей. Или лицей город Москва. Или как. Вот. Это в пункте 6.4. Мне тогда не надо листать весь ГОСТ. Я сразу по вопросу нахожу нужный пункт. И там смотрю ответ. И вот. Наименование органов государственной власти. Что это такое? Вы можете сюда дописать. Как указывать там органы государственной власти. Наименование высшей государственной должности страны или ее субъекта. Вот даже отдельный пункт есть. Как это? Президент Татарстана. Как его правильно указать? А вот. Открываем. Там схемка есть. Наименование законодательных иных официальных документов. Вот прям вот наш пункт 6.8. Но не забывайте, что они тоже могут быть взаимосвязаны между собой. И отсюда будут идти отсылки на другие пункты. Но хотя бы знать, куда метнуться в первую очередь. Простите за выражение. В панике. Вот у нас уже подсказка есть. Если у вас есть вот такой навигатор по ГОСТам. Хотя бы. Делается не... Время на это можно потратить. Особенно. Но если вы разрабатываете методические рекомендации. Ну хотя бы сделайте. Или в качестве задания студентам. Можно придумать, как это сделать. Например, всеобщими усилиями. Мы такой ГОСТ-навигатор по ГОСТу 2018 года. Со слушателями курса сделали. И очень шикарно работает. То есть не надо листать. Я сразу по номеру могу найти, как это. Где это находится. Ну и вот вам такая подсказка тоже. Вот сложный заголовок. Везде идет. Российская Федерация. Наименование органов власти. Или первого лица. Москва. Правительство. Видите, здесь мы указываем название страны. Или административно-территориального образования. Там Республика Башкортостан. Правительство. Постановление. Вот таким образом можно делать заголовки для наших документов. Законодательных материалов. Договоров. И вот видеть, в каких пунктах это прописано. Вот откуда мы их собрали. Эту схемку сделали. Вот такая шпаргалка. Такая подсказка. Очень много этих полезностей. Как раз в этом. На которых мы часто запинаемся. Они в этом гости как раз и присутствуют. И еще на одном только гости дополнительном я сегодня вам остановлюсь. Мы по всем четырем с вами прошли. Посмотрели, как с ними можно работать. Ой, давайте я вам сейчас покажу одну вещь. Про гостонавигатор и то, что я вам рассказала. Вот такой гостонавигатор мы сделали. Со слушателями курса. Уже показывала я как-то на вебинарах эту вещь. У кого еще нет. Вот мы делали сравнение с гостом 2003 года. Но это не обязательно колонка. Вот 2018. Вопросы. Уточнения. То есть более широкий вопрос. Например, что является предписанная пунктуация. То есть какие знаки надо ставить. А вот здесь более конкретизировано. Прямо по госту. Пробелы в описаниях. Где ставить пробел, где не ставить пробел. Какой пункт надо посмотреть в госте. 4, 6, 5. Открываю гост. Хорошо его открывать, как я вам говорила, в браузере Edge. Наверху появляется поле для поиска. Я туда просто копипастом ввожу номер этого пункта. И он мне сразу показывает, где этот пункт есть. Я его открываю и смотрю. Можно легкая автоматизация. А если у меня пропускается. Вот нет элемента какого-то в описании. Как мне это правильно оформить? Пропуск части элемента. Вот они два пункта, которые касаются этого вопроса. И вот так у нас по всему госту. Структура и состав одноуровневого описания. Вот они все. Основное заглавие, обозначение материала. Все, что касается области заглавий. Все, что касается области сведений, относящихся. И какие пункты эти вопросы регулируют. Вот примерно вот так у нас. Вот он. Прямо на нескольких страницах. Этот гостинавигатор у нас сделан. И сейчас мы доделали еще и шестую, и седьмую часть. Вот. Вот такая штука. Еще одна хорошая штука. Называется многофакторная классификация документов. Так страшно называется. Но на самом деле она может нам подсказать. Помните, мы говорили, все зависит от того, что у нас в руках. Какой источник. А вот как его определить? Целевое назначение. Учебный, справочный, научный. Научно популярный и так далее. Какой документ в руках. Регулярность выхода. Вот то, что мы с вами говорили. Периодические, непериодические и прочее. Это одночасный или многочасный ресурс. Примеры, что к этим ресурсам относится. Это многофакторная таблица. Вот источник, я вам здесь указываю. Немножко доработала. Про одночасные и многочасные ресурсы. И вот источник из книги Гензина. Информационная культура личности. Технологии продуктивной и интеллектуальной работы. Из первого тома. Как раз там эта таблица и есть. Ссылка на источник в университетской библиотеке онлайна я тоже привожу. В основном вот такая табличка. Со ссылкой на источник. Либо в источнике можете найти в книге. Либо вот такой вот табличка. Она тоже помогает нам ответить на вопрос. А что у меня в руках? Можно ее переработать. Можно ее сделать под себя. Вот видите непубликуемые документы. Что сюда относится? Можно дополнить примерами. Вот те самые материалы судебных заседаний. Кстати сюда тоже нужно дописать, что они относятся. И вот это вот получаются такие большие файлы-шпаргалки, которые могут нам помогать в нашем деле работы с ГОСТами. Татьяна Суковатых, что за браузер вы называли? Сейчас скажу. Вот этот майкрософтовский Эдж. Это знаете, такая волнушка голубая зелененьким. Я уж не знаю, как правильно сказать. Такой значок. Если хром, он такой разноцветный кружочек. Яндекс, он такой либо белая буква в красном фоне, либо красная Y в белом. Опера, красная буква О. Лисичка это Мозилла. А это браузер Edge. Так, сейчас я вам скажу. Майкрософтовский. Он прям вот встроен. Эдж. Сейчас давайте я вам по буквам напишу. А вот сюда вот. Вот так вот он пишется. Эд. Ой, прям даже боюсь. Да. Вот так вот. Эдже. И туда печатаю. Вот. Вот так он. Эдж. Да. Эдже. Вот в нем очень хорошо открываются PDF-файлы. И как раз появляется вот эта строка для поиска. И там же есть... Вот. Спасибо, Татьяна. Да. Он самый. И там же есть еще возможность PDF-файл скачения на иностранном языке. Перевод текста. Прям вот так вот. Можно там же делать. Вот. Ну, это так дополнительная вещь. Еще один важный ГОСТ, про который только упомяну. И на этом мы закончим. Анотации и реферат. 2018 года. Вот. Обращаю ваше внимание. Тут приведены не столько реферирование, может быть, нам важно, сколько аннотирование. Проблемы с аннотациями. Очень хорошие приложения, примеры рефератов и аннотации. Вот приложение ДА и есть приложение ДБ, но это библиографические записи, содержащие рефераты или аннотации. Почему? Обращаю ваше внимание особенно на аннотации и библиографические аннотации, потому что в последнее время стали появляться вопросы от научных руководителей в первую очередь. Магистрантам, иногда аспирантам просят предоставить список библиографический, список литературы, оформленной по ГОСТу 2018, аннотированных. То есть вы должны указать не просто список литератур, который вы для своей статьи, например, подготовили, а еще и привести аннотации этих источников. А вот как писать правильную аннотацию – это целая эпопея, это целая история. Оказывается, вот есть общая методика, есть примеры. Здесь прям по видам аннотации они разобраны. Представлены разные образцы. Прям открывайте, смотрите, изучайте. Это просто вот вещь-кладесь. Это просто кладесь для того, чтобы научиться правильно, грамотно аннотировать, что нужно указывать, что не обязательно, что лишнее. Вот это очень важный ГОСТ. И еще один ГОСТ я вам покажу. Это нам уже с вами все знакомое, про издательское оформление. Вот, про основные виды издания. Альманах – это вообще что? Периодическое, непериодическое, продолжающееся, монографическое. Куда оно относится? Что это вообще за вид издания? По электронным документам. Вот в этом ГОСТе, кстати, очень много есть сейчас по электронным документам. Вот в таком виде представляется информация. Здесь просто объясняются эти термины. Что под этим подразумевается? И справа приводится, дается пояснение, а справа приводятся еще аналоги на иностранных языках. Немецкий, английский, французский. То есть, если где-то вы сталкиваетесь, вот как их аналоги на иностранных языках, основных звучат. Есть алфавитный указатель терминов на всех этих языках. Естественно, на русском тоже. Ищется очень легко. Открываем алфавитный указатель, находим, что у нас там был. Альманах. Есть. Смотрим номер какой. 3, 2, 10, 4, 2. Ага. Вот в этих пунктах разбирается, что такое альманах. Значит, потом мы открываем. И вот по этим пунктам мы ищем. Раз, нашли нужный пункт. И там расписано. И поясним, что за альманах, что за вид издания, к чему оно относится и так далее. И прям вот по многофакторной таблице, кстати, может быть дополнена за счет вот этого ГОСТа. Здесь перечислены виды изданий. По периодичности, по способу организации, по читательскому назначению, по целевому назначению. Вот то, что мы сейчас в табличке с вами в сокращенном виде видели. Вот за счет этого ГОСТа можно основные виды изданий, с которыми мы сталкиваемся при составлении списков, мы можем уточнить и дополнить вот эту табличку, переделать ее под себя, вот используя определение ГОСТов. Или там ежегодник. А вообще это как? Это периодическое, не периодическое, продолжающееся. А почему там номер СБН, а описание как для журнала. А вот если мы вот здесь найдем, посмотрим датирование ежегодных, мы узнаем, что это исключение. Что да, вот все как раз ГОСТу соответствует. Вот самые важные моменты я вам сегодня постаралась. Большое спасибо всем. Спасибо всем за интерес к теме. Опять же напоминаю, если какие-то пожелания, вопросы остаются, пожалуйста, давайте мне об этом знать, чтобы нам на следующих вебинарах их тоже разобрать или сформировать повестку так, чтобы это было полезным и для вас в большей степени, конечно же. Ну вот, коллеги, всем хорошего настроения, всем удачных описаний, всем счастливо и до новых встреч.